Царь Небесный 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 Сейчас приедет. Не знаю, Марину повез домой, сейчас приедет. Готовит сурболисту? Да, готовит. На сегодня он проводил занятия. Ну-ка, давай посмотрим. Взрослых у нас мужчин сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сестер, раз, два, три, четыре, пять. Кто там еще где есть? Шесть. Шесть, семь на семь. Почему у нас сестры не ведут занятия? Нельзя. Даже непонятный вопрос. Жены домолчат. Почему? Надежда Васильевна ответила. Что она говорит? Громче. Жены домолчат. Нет, она не будет громче, чтобы несколько раз спросили, это она из-за дверей так сличит. Жены домолчат, она говорит. Сам учил, говорит. Там написано про церковь. А мы где? Ты не думаешь, что четыре дочери Пилиппа, будучи пророчицами, они молчали, сидели? Как они пророчествовали? Про себя? Или друг дружке рассказывали? Про себя. Я ничего не меняю, просто хочу знать ваше мышление. Чтобы не говорили, что сестры у вас куда-то задвинутые, там такие, и сидят. А вы про детские занятия-то говорите? Он вел детские занятия? Сначала ко всему относятся, потом по детски. Детские сестры ведут в основном. Значит, мысль подана. Детские занятия вели сестры здесь. Смотрим, вчера, и довольно заметно. Ведет занятие Игорь. Как вы думаете, чьи занятия предпочтительнее, когда сестры ведут, и сестры грамотные, с образованием, не знающие. Или когда брат ведет, вот Игорь, конкретно брат Игорь. Мне нравится больше Игорь. А? Мне Игорь больше нравится, как ведет. Мне больше нравится. У тебя ребятишек тут. Так, другие как думают? По очереди, может быть. А мне нравится, как все... Вот это сегодня Володя записал. Ролик. Ну, я честно. Я его назвал так. Занятие ведет Дыбунов Игорь. В подражании Клименту, не Анкирскому, а Ахридскому. И написал, житие 5 июля. Только ведка, кто пожелает узнать, а кто же такой Климент Ахридский? И почему 5 июля? Там они найдут его житие. Но это надо искать житие. 12 томов. Открыть месяц июль. И там эти 5 число. Вы думаете, в интернете из 5 миллионов, которые к нам открыли, многие зайдут туда? Нет, конечно. А вы можете вкратце нам рассказать, чем он проявился? Одним. Какое-то отношение имеет к Дыбунову. А вот какое? Когда вы его житие прочитаете, посмотрите, это житие только одно такое. На 1173 жития, которые я насчитал. Постарайтесь найти и запомните 5 июля. Климент Ахридский. Болгария. А можно еще сказать? Ну, давай. А я думаю, еще можно спросить мнение детей. А? Мнение детей можно спросить. Давай. По поводу учителей. Вот у нас 3 учителя, да, бывает? Надежда Александровна, Надежда Васильевна и Игорь Владимирович. Ну, еще кто такой? Мало детей-то. А, Елена. Как получится? Елена Валерьевна. Елена Валерьевна. Четыре. Ну, спроси. Ну, вы вопрос слышали? Непредвзято сказать, кому он нравится больше, кто из учителей. Как-то нет, слово не нравится. Что более вам запоминающееся, такое твердое, дольше вы запомнить можете. Ну, и желали бы, чтобы преподавателя было именно мужчина. Настраивайте, Игнатих. Слово «твердое» предполагает в вопросе, что вы уже настраиваете на мужскую. У вас вопрос некорректно. Говорят, твердое, вы уже настраиваете на мужчину ответ детей. Ну, неправильно. Неправильно так. Но все равно, не буду спрашивать вопрос, пусть отвечают. Галя, очень плохо. Я выделил одно качество. Твердое, знание, интерес. То есть у вас желание... Детя Игорь. Детя Игорь. Детя Игорь. Два класса здесь бы было. У нас, вы видите, знаете, сестры, которые наши, верующие. Вы в какой класс пошли? Я так могу задать вопрос? Корректно? Ничего не выделяй, ни одного качества. У нас в школе. А? Можно ли выделить? А одна из причин, почему именно Игорь более интересен, у него более приближенно к нашей жизни. То есть он много приводит примеров. Именно из жизни. Потому что у него очень большой опыт. Как сказать, плохого опыта. Греховного. Но, однако, на этом нужно научаться. Ну, ладно. У меня только одно замечание. Пусть скажет она. Елена. Ну, убери локоть с Евангелем. Я хочу сказать вот что. С детьми вести нужно, вот разделить группу старших и группа младших. Невозможно вести с маленькими и с большими. Вот попробуй. Как корректировать? Обязательно нужно отдельно. Здесь нужно два учителя. Для старших и для маленьких. Во Францию уехала Раиса. Она очень интересно проводила занятия с маленькими, а потом с большими. Вот так интереснее и более, это более и практично, эффективно будет. И они лучше с этими начинаешь говорить об одном посвященном. А маленькие сядут, они ничего не понимают. Они просто присутствуют и все. А вот со старшими. Тогда я вопрос задам на это. Обязательно. Когда показывают, ну все сказала? Да. Посадите, она сама не может уже здесь. Колени подогните. Ой-ой. Когда показывают, что такой-то человек, такой он вырос, эрудит настоящий. И показывают, это дворянская семья. Там собирались у него салон, много поэтов было, художников беседовали. Почему? Ребенок присутствовал, он ничего не понимает. Но почему в этой среде, в этой атмосфере вышел такой, которому в то время никого? Ни одного Клещевского больше нету. Карамзина. Почему? Такая была обстановка. Ну и они-то не приноравлюсь на таком уровне стихотворения рассказывать. Они просто присутствовали. Иногда даже на уровне сна. Я сплю и слышу, как мама молится дома. Мне вот сюда все зашло. И уже я не могу ничего сделать. Это как, ну показывает кино Маугли. Его поймали, и дальше уже все, уже одеты, на ноги встал, ботинки, штаны у него все есть. Но как только пернулись, он на щепереньки опять в лес попер, в грязи там вывозился. Довольный такой, они поняли, ничего уже не сделать. Он уже вырос там. Вот где надо закладывать. Не поэтому. Я вам рассказываю один такой случай. Вот в Америке был. Класс девятый. Совершенно неуправляемый. Учительницу пришли, они на один урок ее не хватают. Она прибегает к директору, а это невозможно, это что за дети, да это другое. Ну вот я больше никого не могу. Попробовал всех. А женщина директор. И наконец приходит к ним один, прихрамывает. Учителя нужны? А когда вы были учителем? Я давно учителем был, лет 10 назад только. А где были до этого? Ну я воевал, в такой точке, в Алжире был, говорит, там. А должность какая? Сержант. Это даже не офицерский состав. Так у нас класс такой, что вы инвалид. А он стоит такой, ну попробуй, там можно, можно. Ну, говорит, когда зашел первый, ты помнишь, что я рассказал? Да, степлером. Ветер распахнул, там форточку. Вот, а у него галстук куда зашел? Да, за галстук схватился, он тут и степлером, раз, его приколол к себе. Тебе вот такие глаза, и все замерли сразу. Они не знают, что у него тут корсеты. Он к нему-то деревяшкам-то прибил-то. Итак, ребята, первый вопрос будет такой. И все, класс затих. Я сразу вспоминаю, у нас учитель был, Александр Иванович Цыганков. Вот, чтобы вам понятно было, кто такой, маленько повыше сделать Королева Сергея Павловича. Такая у него голова. Потом, он говорит, где-то в университете преподавал. Ну, учащиеся иногда хулиганили. Спортзала взяли, принесли гирю и поставили к учительнице. К учительнице одна дернулась. Закрыто? Она не закрыта. Гирю вплотную поставили. Двухпудовую. И вдруг мы, ученики все видят. Он идет, две двухпудовые гири вот так вот зажал и идет. Вот, по залу прошел, никому не говорил, учебный зал, в Корщино было это дело. Все так и замерли. Двухпудовые гири для него как будто бы это по килограмму где-то. Видно, что он держит, не прижимает к себе. Все кончилось. Вот мужчины, они на другом уровне чувствуют. Это серьезно. Это защита. И он более углубленный. Я не говорю о всех, о наших сестрах. Вообще. Вот школа, почему такое разнешенное поколение? Преподавателей, мужчин нету. Ну, может физкультуру только. Там история еще. Чтобы ничего не делать и запоминать. Он будет рассказывать. А остальное сплошь женщина. Сплошь. Вот отсюда. Поэтому у нас пока кто есть, тот пускай будет. Хорошо? Да. Чтобы не роптали за углом. Почему тебя не выбрали? Тебя не выбрали. А его никто не выбирал. Сегодня выскочил. А можно я буду считать? Батюшка говорит, ну и делай. Это по-моему. А однажды мы едем около Байкала. И со мной сидит один отрок наш. И говорит, так далеко заехали. Так это так можно и доехать и до Хабаровска. А до Хабаровска пилить, допилить. Я говорю, а ты знаешь такие предложения делать? Что? Ну, расскажи дальше. Дальше. Все. Ну и доехали. Понятно. Мне нравится выражение такое. Я сразу перегнулся через сиденье. Говорю, вот это дело я организую. Ты и поедешь. Да у меня назначено там груз приходит, папа. Так было? Припомни. Никак нельзя там накладные. Я говорю, назад ходу нету. Ты предложение сделал, оформь его теперь. И он как раз и поехал. И поехал не до Хабаровска, а до Востока и находка. Так было? Предложение давать. Сначала подумай, можешь ли это сделать. А то я сразу подними руки. Не могу и не нашел, кто может. А Исаия обязательно выскочит. Меня. Так что готовьтесь в лагерь. Можно одно замечание по Игорю Дубунову сделать? Да можно не говорить. Нет. Я вот в этом зале сегодня молилась, просто жарко было. И слышно только Игоря Дубунова. Игоря вот этого не слышно чтеца. Настолько громко, Володь, ты вот снимаешь, ты ему замечание. Делай маленько. И в храме. Он так громко здесь. Я говорил ему, в прошлый раз тебе говорил, ты сказал, хорошо. Вы считайте, а вы не считайте, а проповедуйте. А вы эти качи не протопонял. Протопопа, вакуум, протопоп. Кондратик его фамилия. Он проповедовал так, что слышно было над руком в конце деревни. Деревня, деревня-то не потерявка была. Когда двери были в храме открыты. А когда считаем, слышь, Куприна. Он был так, чтобы не ходило, звенело. То есть эти свечи, которые стеклянные, звенели в храме. Лена сказала, что надо потише себя вести, а не погромче читать. Вы наоборот. Нет, он так громко здесь ведет занятия, что за стенкой его голос слышно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот так громко. Я не понял. Я понял, что там, когда считается. Хорошо, что я так непорально понял. Вы аппарат одевайте, Игнатий. Давай. Отдевайте аппарат. Еще по возрастным группам, что вот маленькие могут присутствовать на занятиях старших, но для них отдельные занятия. Хорошо. Ты, который проповедь читаешь, ты ее не читай, а проповедуй. Дома где-то выйди и начинай, как будто ты златолушен. Далеко народ слышал по улице. Попробуй. Может получится. Тогда из храма взвигут. Вы считаете, считаете чужое. Идите на него аппарат. А ты знаешь, по бумажке считайте другое. Это Петр Первый запретил. Он что сказал? Мало того, что у баптистов разделение даже произошло. Петр Первый. Почему запретил? Министр выходит, считает, другой считает. Он сказал, не считать по бумажке. Дабы дурь каждого видна была. Он выйдет, как ест, он на 5 минут не скажет. Дабы дурь каждого была видна. Учитесь этому, здесь считайте пока. Но учитесь быть проповедниками. Вопрос можно? А вот готовить проповедь самостоятельную можно у нас? Или мы это пока не делаем? Не будет. Мы уже это пробовали, ничего не получилось. Вы волокете туда, что вас на скакуне не догонишь. Будем считать только то, что есть. Я батюшке сегодня устроил вопрос. Батюшка, что ты считаешь-то? Ну, журнал. А кто автор? Не знает. Поэтому меня в интернете спрашивают. Я теперь впереди батюшке на проповеди вопросы ставлю, в конце вопросы. Теперь будет он отвечать. Он даже не знает, кто это сказал. У нас так не положено. Церковь запрещена это считать. Церковь запретила колонам. Что в журнале это не написано, что читает церковь. Ну, пока вреда нет. Считать только златоуса. А все остальное отменяется. У меня вопрос по собранию. Вы сказали у пророка Исаии нечистые уста. Да. А чем они нечистые были-то? Ну, ладно. Ты почему меня это спрашиваешь? Ты у него и спрашивай. Я с ним не знакома. Да не я определял. Определение другое там ему было. В Библии же написано. Ну, в Библии написано. Бог, ну, посчитайте, откройте это место. Исаия. Послушаем, как это было. Когда в присутствии Бога ты сам себя увидишь, что не то. Одно дело ты там перед ребятишками, перед мужем, но в очах Божьих ты себя увидишь в друге такой. Какая глава какая-то? А вы ищите. Ну, откуда хотя бы шестую? Шестая, по-моему, глава там. А какие там слова? Серафим. Серафим должен. Ну, начнем, допустим, шестой. Я не знаю, где в шестую пока почитаем. Не чистый уста. Считай слух. Седьмой стих. Так, шестой стих. Тогда шестая глава, шестой стих. Право писает. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь. Нет, ты перейди посчитай. Зачем он, керувим-то? Бумажку. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Так, ты можешь на этот первый стих больше ничего не брать? Проповедь сказать. Ни событий, никаких, ничего нет. У Иоанн Златоуз говорит шесть проповедей на заголовок. Шесть проповедей на заголовок Деяния апостолов. Я тебе говорю на молитву. Давайте начнем заниматься. Сейчас, никуда не денется. Это все в поле. Сережа. Сережа. Мы не плановое выполняем. Это хорошо. Ты знаешь, ходил на занятия. На молитву Сарю Небесный пояснение. Я по 20 минут 60 выступлений сделал. Почему? Когда Бог наполняет, и при том повторов не было. Там слов, таких даже не найдешь. Иногда три слова, я их раза на три беру, и все шире и шире раскрывается. Почему Бог полагает? Вопрос задавать тогда маленько в другом месте. Считай. А почему в год смерти? Потому что Озия надмился, взял кадилу, стал кадить, и Бог поразил проказы. А хороший царь был. И по закону он должен быть за городом сидеть там. А ему отдельный дом построили. Правда, он уже больше не ходил, не рыпался там на священническую должность. Но Бог из-за него отнял, и от пророков от всех отнял благодать. Все. Замерло все царство. Один грешный епископ. Один грешный патриарх. И все. Пророчества исчезли. Вякать будут, деньги собирать. Но от Бога вдохновенных проповедей не будет. Миссионерами не рождаются. Их нельзя сделать ни в одной академии. Благовестников может, а миссионеров нет. Миссионер подчиняется только Духу Святому. А они этого вообще не понимают. Ни один. Просто я не слышал ни в интернете, нигде. Почему? Потому что везде миссионерские отделы. Отделы нельзя миссионерские создать. Их Бог не создает даже. Два. Все кончилось, идите. Дух Святой нашел, два. Идите. А какие-то миссионеры, когда мы уперлись, говорят, на одном месте стоим. Миссионер, он легко приноравливается. Для всех я сделал совсем. И задача только одна, приобрести хотя бы некоторых. Для всех, всем. А здесь нет, я стою, а так и все. Но если бы вы поехали в Японию и сказали, если бороду сбреете, и обратиться в 100 человек, разговаривать не стал бы сбрил. А дальше бы стал говорить, сделано ради вас. А теперь не брейте бороду. Она у меня отрастет. А здесь нет. Вот так, я говорю, старобрядцам. Перекрестись один раз, и 10 человек придут. Никогда, не в жизнь. Это люди, у которых не было ни одного миссионера за 300 лет. Ни одного. И быть не может там. Миссионер, это орудие Духа Святого. И ни один, ни два таланта. Злотрус говорит, тысячи талантов должны быть в нем, которые он сам даже не знает. Но я их открываю, открываю новые и новые таланты в нем. А они бесталантны. Почему? Рабы. Миссионеры, может быть, только абсолютно свободный человек, независимый ни от патриарха, ни от кого. Бог избирает, как Сергий Строгородский говорил, избирает и посылает. Как Карадич говорил. А ты такой понятия не имеешь. Итак, слушайте. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле. Он мудр, зараза ушла, теперь Бог открытый сделать. Вот как понимать надо. На престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Вот идет архиерей, и за ним Пашка ку-королеву тащит его лет или что-то, ну, метров пять-шесть материя. Может быть, он думает, наполняет весь храм этим? Подражание Господу Богу Саваофу? Так это смешно. Зайдем-то должно еще быть, чтобы тебе не прислужили эти курящие, а серафимы. Ты дальше проникни в это, и ты увидишь, что подражать этому нельзя. Здесь можно только падать, проникновенно сказать, нечист. Еще? И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Все? А где небо? А сегодня земля и небо. Хоть одно слово наоблад. А они на небе и славят, потому что нигде так много люди не удивляются славе, как на земле, потому что есть кому удивляться. И они друг к другу взывают-то. Не надоело это Богу слушать. Это ни день, ни два. Это ни месяц, ни год, ни тысячу лет, а может миллионы лет одно и то же. Но в этом что-то есть такое, я не знаю, но я знаю, Боже, что каждый раз, когда они говорят свят, свят, что-то новое открывается. Бог безграничный, безграничные качества. Это мы, Господи помилуй, Господи помилуй, у нас сто лет назад было и сейчас. Все они бессмысленные слова. Там не так. Там каждое движение, каждый шаг, каждое слово принимает новое, более высшее. Бог говорит, напишу имя, которое никто не знает. А почему оно все время будет сиять другими цветами? А что? Не видел глаз, не слышал уха. На сердце не приходило. Ни одному изобретателю, ни одному философу. Что Бог приготовил любящим его? Ну, сказать можешь? Нет. Начинает описывать, что на небе. Да нет этого. Все там не так. Все это образно. И поколебались вверхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. Вот в каком месте он понял. Когда он выдал славу Божию, увидел, как они поют, выдал их уста безгрешные. А он-то пророк. Он-то самый сильный, большой, называется, великий пророк. Он самый великий в Ветхом Завете. И он понял сразу, уста нечистые. А как же он, Бог, от меня принимал жертву? Вот нужно предстать в очах Божьих, и все остальное, тщеславие, гордость, не говоря о гордыне, все исчезло. Ничего не остается. В присутствии, слава Божией, толковать ничего не надо. Прочитали дальше. А где, батюшка наш? И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Он нас надо поболтал. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. А зачем он говорил нечистые уста? Он признавался. Греховность свою признал. Человек, потеный пророк. Его назначение пророка какое было? За стенами монастырскими сидеть? Он проповедовал Слово Божие. Именно так. В присутствии Божьем он себя увидел. Надо, чтобы Бог приблизился к нам. Почему мы 7 минут заходим и молчим в храме? Почему после моления мы опять ждем Господи? Самое главное, покажи, кто я. В эти минуты мы пытаемся соприкоснуться с неприкасаемым. Так, грубо выражусь. А Бог сразу это понял, что делать. Он не сам прилетел, конечно, Господь ему показал. И что дальше? И коснулся уст моих и сказал, вот, это коснулось уст твоих. И беззаконие твое удалено от тебя. Это, что это не знаю, считает это причастие. Но тут написано, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих. А так, клещи, клещи, это ложечка, которая меня освещает. Это коснулось уст твоих. А? Это, ну, возможно, это уголь, или это не уголь? Мы не будем говорить. Мы не знаем, показан был уголь, так и скажем. Но церковь толкует, что это клещи, это ложечка. Уголь, это причастие попалит, это попалит во мне грехи. Ну, мы же считаем, да причастное, после причастное. Дальше. И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас? Для нас? Для кого? Для Бога, для Троицы. И я сказал, вот я, пошли меня. Все. Господи, я. Ты если умыл ноги, умой голову. Но ни один же этого не сказал. Как бы Петр это не сказал, не выскочил, мы бы не знали, что умытого ноги умыть надо. Он омыт в Святом Крещении. Вот что мы получили из этого. Поехали. Ну, ведь он один это видение видел. Их же не сто пророков там рядом стояло. Он один видел, и Бог конкретно вопрос задает. Ну, раз он один, он и говорит. Ты сейчас это увидела? Вот. Ну, и скажи, Господи, пошли меня потеряю. А я и собиралась. Собиралась я и так. Ну, вот и все. Вот ты тоже увиделся, прикоснулся. На что он описал ей Пушкин-то, сихотворение. Духовную жажду и томим. В пустыне лежал, и Бог нас ко мне воззвал. Восстань. В конце уже. И что? Восстань, пророк. И вишни немли. Исполни славу моей, обходя... Волю моей. Да. Это моря и земли. Глаголом «Жди сердца людей». А кого жги-то, когда сам пень трухлявый? Кого-то жесть будет. Дым дымит, ни огня, ничего нету. Поехали. Первое послание фессалоникийцам. Четвертая глава. Я сейчас главу прочитаю, она небольшая, а потом будем толкование читать. Засим, братья, просим и умоляем вас, Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, и так непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братьям, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Чтобы вы поступали благопричинно перед внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить у вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам, словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга всеми словами. Я вопрос бы задал. Что самое сильное на земле? Самое-самое сильное. Любовь. Что знаешь? Любовь можно? А? Любовь? Любовь. Ну, любовь. Какая любовь? Кто всех сильнее, кто всех быстрее, да? Или что, всего мягче? Из-за этого серии? Вторую книгу я зачитала. Когда три гавлоши, они охраняли ложа царя. И потом заспорили. И каждый написал. И под подушку подложили ему. Вот тот, и тот ему будет, если признают. И двух высушили. Все отвечали. Сильный самый царь. А тот стал и говорит. Самое немощное, что есть на земле. Он показал это самое сильное. Что он сказал? Ну, наложница, по-моему, была. Ну, это наложница. Женщина. 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 Самое последнее, немощное, оказывается, самое сильное. Иногда даже хочется спросить. У женщин, у мужчин, одна температура или не одна? Если одна, ну, почему же тогда сгорает сено-то на этом огне? Солома, все это горит. И вроде бы, вроде все это сырое было. Все подсушило, сожгла. Вот у меня сколько было, которые нападали. Ничем нельзя было укротить. Ну, вот он выехал в Москву. И друг сообщает. Он женился. Женился там, ни веща, ничего не было. То есть, спал в глуд. И сейчас я его нигде не найду. Все время нападал. И сейчас нигде нет. Как будто не было. С оторвался уже. Все, попал и сгорел мгновенно. И почему он здесь и говорит. Не перечисляет ни один грех. Только один блуд. Почему в житиях написано 20 мытаж. И на одном мытажте блудах. Больше, чем на 19. И вот атомная война, убийства. Это все меньше. Вот Хиросима, Нагасаки. Отравляют, которые там природой. Люди рано умирают. Все вместе взято меньше, чем погибли от женщин. Меньше. Женщина все губит. И вот внутри себя губит. Это ни одно животное. Никто это в мире нет. Только женщина утроба свою. Место рождения. Святилище. Сделало гробом. Живой гроб ходящий. А ты кинь на все. Женщину-то. На букву Б только. Больше нет. Как наживаете. И вот это надо вдалбливать от него. У тебя большая власть. И как ты ее употребишь. Власть не от тебя зависит от этого. А от противоположной стороны. Еще не будем говорить. Я просто... Павел говорит об этом. Не поминает здесь он. Не пьянство. Не воровство. А только избавит Бог от блуда. Это еще вся церковь блудила, что ли. Вот Лев Толстой говорит. Выбирает как будто мужчина какая. На самом деле это выбирает женщина. А он же не взглядит. Он отошел. Второй, третий. А тот, который есть. Мечта моя. Вот писали кто как. Ну почему так будет в своей биографии. Как пришел ко Христу. Марина Доборовна писала. И наконец встретила мужчину. Мечту моей жизни. Ты посмотри на них. И каждый думает. Ну и все. У меня как-то были дома. Вечером отдыхали. Девчонки были. Я спросил. Ну вокруг которых вы видите верующих. Кого бы вы хотели. Ну чтобы вот такая у вас, как говорится, судьба была. Ну жизнь такая была. Священники. Ну многих людей знали-то. Да не знаю. Я тогда начал называть по порядку. Ну кого знакомы-то. И они в каждом находили недостаток. Но вот вышли замуж. Ни у одной нету. Чтобы было похоже. И все одинаково. Хуже некуда. И кого я говорил. На кого они даже близко. К тем не приблизились. Кого они кривились. А смеялись над кем. Да что это. Да ну какие они там есть. Ничего не получится. Вот она не одна сестра. Вот лежат. Лежат ей 15-й том открытым оком. Это 74 и 16-й. Там еще около 14-ти. Кто как пришел к Богу и в общину. И ни одна не сказала о муже своем. Так как сказала она. Понятно? Ну значит она знала. Мечта была какая. Властная видно. Какой он есть. Но оказывается предел этому есть. Предел. А какой? Никогда на молитву не пойдет 4,40. Никогда. Бесполезное дело. Даже он. Даже рыцарь настоящий. Я спрашиваю как. Бесполезно. Понятно? Она ультиматум кинет сразу. Любая. А вот самое главное это молитва. Все остальное это за бортом. Сгорит и не перегорит. Главное. Есть единение в молитве. Все остальное приходит позже. Ты меня слышишь? И поэтому молодых так и наставляет. Ищите тех, которые будут рано вставать и молиться. А где это известно? 30 глава притча Соломона. 30 глава. Ответ там там. Я не выдумываю ничего. Я просто знаю, что это уже было. У Соломона было сколько? 300 жен и 700 наложниц. Даже если по одной только принимать каждую ночь. И то это на 3 года растянешь. Через 3 года только он ее встретит. Ну не брал же он 3 на ночь. Понятно. Как Сильвеса Сталлона. Выступит где-то. А определенный зал был. Всегда набивался. И там сидели, поднимали руки. А в это время выходил у него охранник. И говорил, кто сегодня так к нему. И все хотели, чтобы сегодня провести с ним время. Он их записывал. Фотографировал. Ему приносил. И он из них выбирал какие. Иногда за вечер 6 брал. Что он хотел доказать. Нет. И вдруг сообщает, что-то не монахи сейчас подался. Сильвеса Сталлона. И едет в самолете, летит. И все. Он когда блудил, и охранник все снимал. И едет в самолете, летит. И все эти картинки свои смотрят. То есть, вообразить даже нельзя. Ни один ветхозаветный человек таким блудником не был. Магахи. Даже вообще вещь невероятная. Страшно перед смертью. Я принял Христа, пишут. Что, отворачивайся. Страшно ему перед смертью стало-то чувствовать. Ничего он смертью, он и не думает. Да он старый уже совсем. Он такой старый. Сколько ему лет? Он под 70 тысяч. Вот, давайте. А какие роли ты его выиграл? Вы смотрели с удовольствием. Старый. Руки, да. Сильвес стоит. Ну ладно. Так вот, значит, где надо молодежь предупреждать? Где говорить? Я смотрю и каждый раз дома вспомню на молитвах всех. И только, ой, господи, господи. Сохраняй. Ты поехала домой, а я молюсь. Молюсь, господи. Могу дорогой захватить и скажут. О, кого я захватил целым гнездом. Да каких я взял. Иди сюда, там другие, там какой-нибудь, там. Ну, другие, которые там за этим охотятся-то. Я только молюсь и молюсь. Доехали, не доехали. Доехали, не доехали. Понятно? Надо сегодня это все видеть. Думать об этом. Поехали. 1 Фессалоникийцам 4 глава 6 стих. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Толкование. Высший апостол говорит о блуде вообще. Теперь говорит о прелюбодеянии, которое справедливо называет лихаимством и преступлением. Ибо каждому Бог дал жену и положил пределы природе, разумея сожитие с одной этой женой. Поэтому-то корыстолюбие относится к этому делу, то есть к преступному сожитию, а именно против брата. Не подумай, говорит, что я говорю это только относительно братьев. Нет, не должно иметь жен и других людей, и просто незамужних, и жен общих. Ибо за все это наказывает Господь. Не безнаказанно мы делаем это. Понесем гораздо большее наказание в сравнении с удовольствием, которое получаем теперь от этого. Смотри, сначала апостол умолял, потом пристыдил, сказав, как и язычники. Затем посредством доводов показал гнусность этого порока, назвав его лихаимством. И, наконец, он устрашает и напоминает им, что об этом они часто слышали от него. А вот из чего-нибудь можно вывести то, что апостол Павла была жена? Потому что в церковных кругах и даже в толкованиях некоторые считали, что у него была жена. Апостола Павла? Ну, да, да. Как это невероятно, кажется. Вот в этом-то и вопрос. Чего они? Про Петра никто не спрашивает, а про Павла. И в житиях, оказывается, такой момент есть. Он проповедовал, она под окном, с той стороны, слушала и влюбилась в него, кажется, по уши. Его арестовали, она денег заплатила, видимо, пробралась я к нему туда и говорит, ну, просто открытым текстом, хочу за тебя замуж. И, видимо, что он к ней тоже неравнодушен был, жития. Он говорит, я проповедник, это мне свяжет. Он ей объясняет просто. А у нее там фамир какой-то был. Тот ревновать начал, капостол упал. Приревновал на полном серьезе. Фекла. Открой житие святой феклу, посчитай. Когда мы считаем житие святых, другой же думаешь, откуда он брал это все? Ни в анналах, ни в истории, ни в каких декретариях, нигде ничего это не написано. Значит, что-то было. И главное подтверждает священное писание. Люди, когда говорят, что у Богородицы были еще дети, там трое, основание-то писание подало этому. Не его ли, братья здесь. И далее все это говорится, они считали. И мать его, Мария, среди нас. Сектанты в абсолютном большинстве считают, что у Богородицы были дети после Иисуса. Ну, если они не считали его за Бога, а почему и нет? Меня спрашивают, какая разница была в возрасте. Ей было не полных 15 лет. Вот она сидит. А ему сколько? Считает 74. Сегодня пишет, в переделах от 74 до 84 возраст был. И никто нигде не считал, что это ненормально, браками, что-то. Говорили на это. Значит, есть вопросы, которые просто обходить надо. Мы не знаем. 1 Фессалоникий сам, 4 глава, 7-8 стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, не покорный, не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого. Сергей сейчас прочитал, призвал. У православных это вообще не встречается. Никто не знает, как призвал. Если ты скажешь, меня Бог призвал, да кто ты такой? Он говорит, нас, непризванных нет. Почему? Много званых. А как много? К кому стучали? Он послушал радио только. Христос умер, выключил радио. Это уже званые. Уже его звали. Сыновья, не сыновья, а зятевья Лота говорили другим. А ему показалось, что он шутит. Зятевья, значит, они были не мужьями. Потому что они, ну, как сегодня говорят. Обрученные. Обрученные. Да. Или он шутил сейчас, а им показалось, что он шутит. Город сгорит. Называет их Игорь, Женя. Выходим, все Лота придумают. Ложись, спи. Нашел время в булгарче среди ночи. И все, кончилось ничем. Ни один зят не вышел. Это уже были зятевья. А обручали иногда 4 года. 4. 4 года уже обручались с кем. То есть она вырастала, а она знала. Знала, кто в ней муж. Нам очень странно, когда Павел говорит, если ты решил соблюдать свою деву, хорошо делаешь. То есть не она с собой распоряжается, а отец распоряжается. Выдать не выйдет замуж. Да никогда вот они примет никто. А в мусульманстве это в порядке вещей. А может она познакомится по интернету. Они головой будут трясти. Не понял. Как? С мужчиной? Женщина? Сетир башка. Ты уже такая, что тебе жить не надо. Даже не знают. Вот и все. А если Лаванов вспомнить, так они хуже мусульман были. Да. Мусульмане сейчас дети по сравнению с ними. Он двоих выдал за одного. Сумели поставить это так, что... Сегодня даже пример ставить нельзя, считают. Это куда годится. Веред пошли. А можно... Скажите, пожалуйста, если у евреев была цель, девушки хотели семью, детей, они ждали рождения мессии. Для чего было обручать такую молодую, даже не то, что молодую, совсем девочку с таким глубоким стариком? 74-84 это вовсе не детородный возраст. Редко какой мужчина способен в таком возрасте еще продлить рот. В порядке вещей у мусульман по сегодняшний день. У них это есть... Возраст вообще не спрашивается никогда. И не имеет значения. Он ее избрал, посмотрел, отдаете, вопросов нет. Вы будете сегодняшний день богатые. Все, она пошла. Она его никогда не видела. Щедрун дома снимет с ней, он ее видел. Пришел, поднял, посмотрел, пойдет, забрал. Все. А для чего забрал-то, если она не может от него, извините, детей родить? Ты еще не дожила до того возраста. Саша, привет. В каком возрасте у Авра... Я не сказала все, я сказала не каждый. В каком возрасте дети были? Авраяма сколько было? Сто. Ну, Авраяму жил-то несколько, и не 90-х, а наши мужчины каждый доживет. Чарли, Чарли, 73 года женился только. Какое время? Ну, я родился с ним. Вот даже... Смотри. Подожди, что знаете? Давай, посчитай. Володя что-то хотел сказать. Да я... Ну, Игорь, он дополнить хотел его. Давай. Дополнить? Ну, вот к этой теме же. Ну, наверное, Павел обращает на это грех внимание, значит, к нему особенно надо быть бдителем. Ну, я бы хотел так сказать. Ну, скажи, Галя. Ну, возраст, понимаешь, вот сейчас статистику приводят, женщин очень много, да? Вот именно рождается женщина. Не знаю, почему-то мужчин становится все меньше и меньше, а женщин больше. Плюс еще. И вот, ну, и вот это было многоженство, но решал этот вопрос как-то там. И может быть, действительно, там было действительно в тот момент было очень много женщин, что и мужиков-то было мало, скорее всего. Войны живились постоянно. Да, мне один мусульманин, оправдывая вот этот четырех жен, говорит, что была война, мужчин не было. И чтобы они не были блудницей, теперь все законные жены. Все объяснимо. Ну, это объяснимо. Дело в том, что в нашей точке зрения объяснимо. Почему на тот момент, почему не хватало, может быть, мужчин не хватало? Поэтому и обручник был. Он, он кого взял-то? Друга убили. Она пришла к нему, он говорит, оставайся, жена. Еще убили, если бы ее раньше не отравили. У нее было 24, сегодня было 24. Он писала книга-то под себя. Сначала два разрешалось, потом три. Он брал жен никаких-то, которые друзья близкие в битве пали. А потом идут дети, она удовлетворенно живет. Почему немножко, да ты что? Мы сейчас говорим об Уосифе. Мы говорим об Уосифе и Мерсий завет. Итак, у женщины есть репродуктивный возраст. От и до. У мужчины нет этого возраста. Галя считает, что... Игнатихович, ну биология, ее никак анатомию не отменишь. Уровень тестостерона падает с каждым, там, я не знаю, ну, десятилетиями, наверное. Ну, она, понимаешь, разве знали, что именно артистерона? Я чувствую, в какой семье упал этот уровень тестостерона. Можно? Вот книгу-то «Жития Богородицы» читала, «Жития Пресвятой Богородицы». Она не хотела замуж. И они не знали, что с ней делать. Она хотела себя Господу посвятить, потому что воспитывалась там рядом она. Но ее желания никто не спрашивал, Лена. Родители ее сосватали и все. Какие родители? Они умерли давно. А кто ее обручал, как ты думаешь? Она в предприятии была. Он взял ее, как живу. Почему? Когда ему открылось, он хотел отпустить ее. Не обнаружить, иначе ее бы побили камнями. Он ее спас. Но она говорит о Духа Святого. Мало еще можно сказать. Никто это не поверит. Такого рождения не было никогда еще. Подождите, подождите. Давайте вспомним вот «Жития Пресвятой Богородицы», если на то пошло. Там же был даже собор, на котором выбрали именно старца Иосифа как праведника. Что он ни с какой стороны не порченный тоже товар. Жил, по-моему, даже раздовец. Да, вдовец. Там прям консилиум был. А почему? Потому что странная девушка была. Она странная была. Странная уже. И они, подождите, раз так все, давайте вот так вот. Они мудро решили-то. Не молодого ей дали, который вокруг нее будет. А такой смудренный уже, все. Он сразу не будет кидаться. Видите, как все получилось-то? Жизнь уже там тоже много. Это мы можем принять и не принять. Ну да, можем принять. Это нигде неизвестно. Я считаю, это все монахи накрутили. Ну неплохо накрутили. Никто не знал. Она девушка. Каждая девушка по пророчеству могла стать матерью-спасителем. Но как будет, никто не знал, что от Духа Святого никто этого не знал. И поэтому, чтобы только, а если она избрана, а не вышла замуж, либо ему пытай мне выдать замуж, а может именно она избранная. Вот объяснение-то какое дается. Да. А как Дух замуж не вышла, а именно ей назначено было Богом быть матерью, а как она станет? И теперь пишет Иосиф охранитель. Охранитель ее назвали потом, когда он решил отпустить. А зачем бы он отпускал ее-то, чтобы не ослабить? А ему-то какая разница была бы, если бы только охранитель ее был? Это вопрос. Остальное это все сегодня напишет. Католики пришли, что и сама Богородица зачата не от Ахима, а от Духа Святого. Православие это уже не принимает. То есть конца этих сказок не будет. Более естественно, что у нее были дети. Сектанты признают, но это не так. Кто бы к ней после когда родила, известно. Ну стало известно-то когда? Ну кому неизвестно, что жена Пушкина непростая жена. И тот, кто женился на ней, то думал, на кого женится-то? Ну и... А дальше уже вся эта история идет по-другому. Она могла стать женой убийцы мужа своего. Потому что он к ней не расположен. Не-не, это... Расположен был очень сильный. Да и она, судя по всему. Это уж другая история совсем. Я к тому вот первое слово, что Игнатьич обратил внимание, что призванный, слово призванный, да? Что в наше время это считается как обольщение. Если ты назвал себя призванным, то есть я призвал Господь. Это вот я примерно в случае уже говорил, давно уже. Я в интернете зашел, это Даниила Цесоева есть такой, у него сайт. И они там, эти проповедники, которые его ученики, рассказывают, как они день провели, где благовествовали, кому о Христе рассказывали. Мне эта графа понравилась. Я решил из своего дневника выставить туда свой день, как я провел благовестие. А у меня там материал отослал их администрации. Он посмотрел и присылает мне ответ через почту mail.ru. Хорошо, говорит, что да, ты проповедуешь. Но у меня там было написано, и был движен Духом Святым. И он говорит, а вот как ты так это можешь? Вроде ты же можешь и в обольщении находиться, что ты был движен Духом Святым. То есть под вопросом я поставил вот это сразу. Единственное место, был движен Духом Святым. А я вспоминаю, что апостол Павел-то о чем говорил? Что вы научены уже. Что вы научены. Нет нужды вам что-то говорить. В основном-то, когда учителя разъясняют священное писание, растолковывают, как говорится, для нас, это когда человек уже не слышит голос Божий. То есть он во грехе находится, и голос Божий до него достучаться не может. Ухо уже не различает, да, не различает. А если ты живешь чисто, богобоязненно, ты прислушиваешься, где ты не так сказал, ты можешь сказать не в Духе Святом. Но ты это понимаешь, что ты сказал именно сейчас не в Духе Святом. Что тебе сатана это побудил, свой язык говорится, такие какие-то гневные слова сказать там, или что-то неподобное такое. Мы же научены Богом-то. Вот через Слово Божие. В России это закон... Сколько лет разрешают замуж выходить? 18. 18. 18. У мусульман 12. Государственный закон. 12 лет она уже закончена, хотя берут и раньше. В какой стране еще имеют значение? А? В какой стране конкретно? Возьми Саудовского, Аравии, Тунис. 12 лет. Так они сейчас еще в Думе там по инициативе Женевского. А хотят, чтобы принесет хотя бы возраст, хотя бы до 16. Думан сейчас остановится. И тут еще не одна страна. Ну, не задача одна. Аллаху подарить 5 сыновей. Мы считали про это? Русская женщина там у Васильева какая была. 69 детей родила. 69. И главное, что она умерла, когда он женился, и снова от той жены пошли тройни. А у этой 4 раза по 4 только родилось. По 4. И в 69 только 2 умерли. 67 прожили из владельчества. Но это абсолютный рекорд. Ой. Это много. В каком возрасте, в старом там. Теперь все известно. Зарядил я, ой, 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 ой. Это самое самое. Но главное, что ее имя даже не сохранили. Нигде нет. А это прямо записано. Ну, исторические документы смотрят. По 3, по 2 несколько раз. Остальное по 3, по 4. Всего она рожала 27 раз, кажется. Ну, нет, кажется, 17 раз. 17 родов у нее было. 17. Возраст, в котором она вот это, детей принесла, 50 лет у нее. Или 50 лет, даже не знаю. Вчера мы с батюшкой смотрели. Невероятно. Вот думаешь, как он думал, мужик-то? Каким местом думал? И не боялся? Думал, как? Возьми, в твоих-то ребятишек 67. Живых. И все любые новые. Тут уже никакой распотребноздор не покажутся. Вот этот тест, астерон. Лучше там, ребят. А вот этот Менделе, который делал у Гитлера разные опыты над этим, он приехал в Аргентину, и он свои опыты перенес сюда. К нему женщины приходили на прием, и почти все, которые приходили, он что-то там делал по-своему. Почти все принесли двойню. Значит, что-то еще может, какое-то вмешательство. Нормально, только что-то дополнительно, то ли пили, то ли наоборот не пили. Удивительно так. Четыре раза по четыре ребенка. Вообще, даже высказать нельзя. А теперь как их всех к Богу привезти? А? Как всех к Богу-то привезти? Да, он об этом не думает. Об этом даже речи нет. Он тут слышал так. Тот говорит, я тебя сочусь, у тебя авария была. Да, была. Жена машину пробила, да. Ну и как здоровье? Ну, пока ничего. В туалете заперлась. Можно сказать? Вот ты послал вот это вот им, как ты благовествовал. Они выставили или только тебе по праву? Нет, не выставили. Не выставили, да? Они начинают искать обыскать. Три ребенка родили, как спрашивать здоровье. Ну, у нее, говорит, еще, а у мужа инфаркт. Вот и собираю его. Я прочитал про одного. У него, кажется, 12-й ребенок родился, и все дочери. И он из роддома несет, а соседи, улица вся, знаете, все только краешком, через шторку. Все его жалеют. Сына ни одного нету. Это в России было. И он идет торжественно несет дочь. И главное, 12-й родни дочери. Ничего нету. А вот у евреев, кажется, если она 7 лет прожила, ни одного сына не родила, закон разрешает развестись. Солдаты нужны. Армия. Ну, это ведь все от Бога. А у нас наоборот были. А у ребятишки, мужчины рождались. Ребятишки, пацаны. А потом одни девчонки пошли. Да он-то тут при чем? А, Игнатик, а почему у евреев-то такой закон? Они же, они верят в Бога во Всевышнего и понимают, что сыновляют дочери от Всевышнего. Ну, мусульман точно так же. Если 7 лет прожили, детей нет, имеют право развестись. А это именно мужского рода нету. Страна в опасности. Нужны солдаты. Она рожает и рожает. Да другая-то уже трех солдат бы произвела для рейха. Так это же не от другой-то зависит. Ну, хорошо, мусульман, мне задача. Пять сыновей подарить Аллаху. Сыновей Аллаху. А он их пошлет там умирать в ИГИЛ или куда-то. В ИГИЛ сейчас там. Ну, надо просто... Ну, с другой получится сын. Ну, с другой получится сын. Это от женщины зависит даже. Сергей, продолжай. Продолжай. Затянулось. Мы туда все уклонились. Нет, все, по тексту. Первое, писал Никишнам, 4 глава, 7-8 стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа своего Святого. Толкование. После того, как сказал, что ты наносишь обиду брату, и указал, что Бог отомстит, теперь распространяет мысль свою, показывая, что хотя бы это претерпел и неверный, все-таки виновный понесет наказание. Ибо не за него, отмщая, накажет тебя Бог, а за самого себя. Он призвал тебя для того, чтобы ты был чистым, и ты оскорбил своею нечистотою того, кто дал тебе Святого Духа. Поэтому, Тон, осквернишь ли ты замужнюю твою рабу или царицу, вина одинакова, ибо ты Бога одного оскорбляешь. Хотя бы ты и блудодействовал, а не прелюбодействовал, все-таки Бог отомстит, потому что ты осквернил Его Духа. Или еще иначе. Бог, видя, что в таких делах мы оказываем больше презрения Ему, чем людям, отомстит за себя. Пред людьми мы стараемся, чтобы они не увидели нас своими глазами. А Богу оказываем презрение, несмотря на то, что Он видит. Людей-то стыдимся. Интересно, заповеди Божьи не пожелают. Пушкин признал все десять заповедей, но в одной заповеди не пожелают, говорит, все признают, но только не пожелают рабу чужой. Вот это не могу понять. Зачем, почему? Она раба, она не замужняя. Он не пропускал ни одной. Заголовок. 113 любовниц Пушкина. Как королек. Он не пропускал ни одной, говорит, уборщица, никого. Кораблостроитель. Почему? А это, как в любом говорите, криптомания, воровство. Один раз своровал, руку не отрубили, дальше он не может тянется и тянется. Я говорю, зачем ты своровал? Да, гребелка красивая. Ну кому? Сестренки в лагере у меня, воришка. И не знает, куда спрятать. Некуда. Да, там была крысиная норка, он в норку засунула и засыпал. Гребелку сестренки. А если ничего нет, воровать? Он, говорит, в фуражку забрасывает, в картошки ползет, воровать. Ему все время надо поддерживать. Он не может. Называется криптомания. Это точно так же. А может отстать. Блуденьку хорош, говорит, всякий хлеб. Он не перестанет, до поля не прогорит. А как сделать? Как сделать Бог? И внезапно. Ну, у Соломона тысяча было. А у князя Владимира, когда он обратился, было две тысячи наложниц. В два раза больше Соломона. Какой целью? Для чего? А потом внезапно все, как будто никогда не было. Встал. Князь-то Владимир, у него же перемена большая была. Полностью отошел, как будто никогда не было. Ну, питье, это наша радость. Тут уж он не мог это. Питье его. Народ-то прозвал его никак. Красное солнышко. Так что, с детства, дети, заложи вот это вот. Говори. Где опасность? Самая большая опасность. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Толкование. Апостол не говорит уже о любви ко всем, но о любви к братьям. Самим отпущением он увещевает уже, достигая двух целей. Во-первых, это дело так необходимо, что ему нечего и учиться. Ибо всякому известно, что оно имеет особенную важность для всех. Во-вторых, этим он больше вразумляет их, побуждая, чтобы они не оказались ниже того понятия, какое он имел о них, считая их уже исправившимися. Смотри, как восхваляет он их, говоря, что сам Бог учит их этой добродетели. Это же сказал и пророк. Будут все научены Богом. Порок Исаия, 45 глава, 3 стих. Иеремия, 31 глава, 54 стих. Вот, к слову сказать, эти слова сектанты любят приводить. Мы научены Богом, вот, Володя, и отвергает Златоуста, Болгарского. А зачем? Нам Бог нас научит, мы сами, что нам тут? Ну, вот еще, тоже. Он говорит, сам как понимает. Можно к нечестию, вот, к нечестию, вот мы говорим здесь об этом нечестии, ну, плотская зависимость человека. А ведь к этому нечестию другие нечестия приводят. Я хотел вот последние данные о курении, интереснейшие вообще. Значит, берут самые населенные страны, ну, почти. Китай, миллиард 600 миллионов. Потом берут Америку за 300 миллионов у них. И Россию, 145 миллионов. И курение, сколько в человеках курят? В Китае 303 миллиона человек курят. В США 46 миллионов, а в России 45 миллионов. То есть, все взрослое население практически, ну, там, кто, что умирает, это те, что родились. Остальные все почти курят. А это нечестие, за собой тянет пропорционально все остальное. Это пьянка и блуд отсюда, все. Курение, пьянка, блуд. Интересно, это братолюбие нет, нужно писать вам. Дальше-то слова говорится, вы этому научены. Я говорю, любить надо, а братолюбие даже говорить не надо, везде война идет. Павел сам сказал, а братолюбие даже говорить не надо, это такое ненужное нам. Я говорю, чего ты делаешь? Ну, написано, ну, правда, написано, но ты же не до конца досчитал. А братолюбие нет, нужно даже говорить. Да, ну да, это понятно. Вот смотри. Вот иногда люди так что-то говорят, как задумаешься, почему-то. Вот мы и занимаемся сейчас. А много ли мы тут считаем-то? У нас обходные тут, о Богородице разговорились. И некоторые люди делают замечания. Дескать, вы говорите, изучение Слова Божьего, а куда-то идете, там вот о Богородице. Этим людям отвечаем. Каждый день я выставляю один ролик, где мы вот это, не добавляя ничего, маленький комментарий, подряд считаем и считаем. На этой неделе мы должны закончить уже весь Новый Завет, кроме трех евангелистов. Бери, считай, прям тот же ролик-то. Не, вот эти, мы сидим двое с Никитой, и Никита считает. Я там красно выделяю, и все. Ты один раз это услышал, ну и старайся, видите, вот ко мне приходят по скайпу, примите, пишут, примите, поговорить надо. Раньше было, сначала мы переписываемся, вот такой-то человек хочет вас ввести в контакты. А сейчас внизу систему сделали, я думал, человек это пишет, это не он, что пока вы его не примете, переписка невозможна. Это примерно неделю назад. А я им не отвечаю, оказывается, они не могут до меня добиться. Я взял только нажал, и он сразу вышел. Я не могу к вам пробиться, это система такая, чтобы больше было общения между собой-то. А мне не нравится, я его не принимаю в контакт, а сейчас его принял, я могу и выбросить. Ну вот она вышла там, вчера разговаривали с Италией. Уже давно бьются, хотели поговорить, начинаем. Ну, хороший разговор. Ну, просто хороший. Она думает, как? Вот я ролик уже выставил, на той неделе будет. Я говорю, я узнала теперь это все, десятину надо платить. А муж говорит, платить-то он вроде хорошо живет. Так я теперь говорю, надо платить, кто нуждается. А он говорит, а это священнику. Да кто из нас прав? А священнику пошел, он не берет. Ни под каким видом не взял, говорит. А почему? Да потому что, наважно, кого там от бабок, десятина-то. А-то десятина есть, значит, ни за крещение, ни за что не должен брать. Десятина все покрывает. С тарелкой ходить не надо, как у нас тут еще нету, десятина. Все покрыло, полная тишина. Как делать? Я говорю, ты должна мужа слушаться. Сейчас принесите. Священнику он не берет, и написано, и положили к ногам апостолов. Положите. И отойдите в сторону, смотрите, как с деньгами будут. Или тебе все равно? Нет, на ни другой раз. Если уже явно будут против, тогда посылайте. То есть давали нельзя. А как свечки покупать? Они не нужны. Вы вложили все сюда. Эту десятина. Все довольны. Ну и когда люди заходят, ему по... А можно я еще к вам приду? Побеседовать. Я говорю, можно. Только через месяц. У меня очередь стоит, я назначаю, кому какой день прийти. У меня времени совершенно нет. Даже сказать нельзя. Ну, я вот дальше со мной сейчас встал. И дальше начинаю работать. Ответить на письма надо. Люди-то новые приходят. Ну что ж, времени-то нет. А другие уже толкует. Знаете, он как их зомбирует людей? Говорит, через месяц. Я даже не знал, что может так. Это означает, он оставляет человека в напряжении целый месяц. А они думают, как бы его не обидеть. И все целый месяц, видимо, так дрожат. Как бы не пропустить этот день. То есть вот как он их зомбирует. Я никогда не думал, что это слово можно так вывернуть. Оказывается, сатана очень искусен. Он принимает вид ангела света. Другому, я говорю, через неделю может прийти, видно, что у него очень важно. Но не раньше, через две недели. Он один был такой, пришел. И раньше, я говорю, на три дня раньше. Ну, какое значение имеет раньше тут? Я говорю, ты как разговариваешь-то? Он начал, я вот сразу черный список. И он сколько ни бился ко мне, больше я его не принимаю. Это я назначаю. Ты ко мне в дверь стучишься. У меня гости. А у тебя по-другому делу. Я могу, я выйду. Ты просишь на поле мне что-то взять-то. Черенки-то, ты награды или что-то. Ну и все. И после этого сколько ни пытается он, неоднократно говорит, по другими именами заходит, уже я его не принимаю. Один раз ты такое нахамил, зачем второй раз? Если один раз меня предали, то это и другой раз. События огня мы сегодня засчитывали. Сейчас пошли у нас царь, папка царь. И как пишет Солженистин об этом, какой был царь. Очень и очень правильно, умно. Это все в событиях огня будет за сегодняшний день. За 11. За вчерашний, за 11. И вот мы сейчас считаем. Считаем мы как будто бы совсем не о том. Просчитал мы, тогда же раз уплатили грех. Узнали, как он рождается, где это написано. А дальше уже пошли к Ветхому Завету. Репродуктивный возраст только у женщины. Вот мы считаем, пятая глава, там пятнадцатая, второзаконие. Если на мужа найдет ревность, ему покажется, что она где-то что-то, то... Ну а как проверить-то? Если бы она была девушкой, легко проверить-то. Но если она женщина твоя была, она где-то там, говорится, за кустом снюхалась. И что? Пусть возьмет ее. То есть уже не спрашивает. Возьмет ее и приведет к священнику. Ну а священник, наверное, исповедь пойдет. Ни чуть не бывало. В храм заходят тысячи людей. Пол-то земляной. Он берет оттуда землю, сосуд, размешал и дать ей выпить. Да сегодня же любой врач, что-то шарлатанцы. Вот если живот у нее спухнет, значит ломает ее. Она виновна при любодее. Когда нужно удивляться, как не спухнет. Ты лошадь напои, она не спухнет, а сдохнет. Ну сказал бы, дай там аспирину ей глотнуть каплю или что. А то разбеди в сосуде, да еще неизвестно, может быть, 3-3-2. Вот она как вздует ее, значит виновна. А она кричит, не пила, не ела, не подходила. А пузо чего такой вдруг раз за все. Ну и все. А если она ревнует, а это нету нигде. У женщины ревность вообще не должна быть нигде. Все Писание нигде ни разу не упоминает. Забудьте про это. Ты не имеешь права ревновать. Ревновать может только Бог, которому он обручен. Ты подчиненная. И ты не можешь ревновать на начальника вот этого. Он может тебя. Вот смысл-то какой. Он поет их, у них вспухает лона. Вы видите пузатый легион. Панаги лежат чуть-чуть с поклоном. Не могут совершить они один поклон. Это я стихотворение написал про эфиреев. Панаги-то у них не висят, а лежат на пузе. Вот так вот лежат чуть-чуть с наклоном. И вот я сегодня немножко сказал про отца Александра Пивовара. Еще это не закончил. Вот при таком таланте, как он говорил, у меня проповеди сохранились. Все проповеди его не то что живые, а прямо с огнем. И вот мы едем в трамвае. И он говорит, а вы знаете, что вечером в вечернее очищение какое? Я говорю, знаю. А какую бы вы проповедь сказали на это? Вот при таком таланте, человек с таким образованием. И я стою перед ним. Ну а я так готовлюсь. Что положено, я каждый день готовлю проповеди, которые нигде никогда не поедут. Он только здесь. Я немножко отвлекся и написал. 1300 проповедей выставил. Написано. У меня их горе, безбрежное, океан. Проповеди эти. Я ему едем, а я отвернулся вот так вот у трамвая. Стоим двое заднего стекла. Я ему говорю, главное вот это надо захватить. Вот это. Я гляжу на его глаза. Он входит меня вовнутрь. И вот он вечером выходит. Новосибирский тогда был один храм только был. И говорит почти слово в слово, что я ему говорил. Я же тут стою. Да другой бы что угодно там навтолкал, лишь бы только я не подумал, что. Если такие люди, я это сделаю, скажу, мол, маленько затихнешь, чтобы ты не подумал, что я у тебя украл. Вот это его простота. Он ко мне здесь, на второй строительной, приходил ночью. Когда здесь приезжал с архиереем, архиерей всегда брал его. Он говорил проповедь не архиерей, а Александр Пивоваров. Вот Бог позволил с кем не знать. У нас фотография есть, она даже здесь где-то в книгах есть. Вот как дело там стоит. И Бог его вывел именно на меня. Почему? Не знаю. Ему попадало за это. Мы услышали его, болотная называется, Новосибирская область. Мы туда поехали, я провода растянул, его записываю. И он стал говорить проповедь. А потом вернулся. Представьте, протоиерей. Мы в гости приехали. Он вернулся между вечерним и утренним молением. Зажег свечи. И нас приехало много. Мы все стояли на коленях, молились и плакали. Вот это то, что было в апостольское время. Это нельзя сделать. Мы все стояли перед алтарем. Склонились на коленях и все молились и плакали. О бедстве в церкви которое. Он это все видел и говорил об этом. Но одно то, что Клавдио Истюжанин, он сделал известно всему миру. Он. Никто не знал. Он рисковал всем. Его сразу куда-то бросили. Первая купель, полное погружение, в Алтае была им построена, в Томске. Именно там он крестил отца Геннадия Фаста. Для отеца Геннадия Фаста у него все это получил. Видите, какая цепочка идет. И когда ты все это задумаешься, тогда ты входишь в священное писание. Чего надо бояться? Что надо любить? Как это делается? А как правильно? Правильно все не изъяснишь. Вариантов много, но лучший вариант даст Бог. Ты можешь знания иметь. Иному дано знания духом, а иному, говорит, мудрости тем же духом. А какая разница? Знания ты можешь из книжек набраться. Он знает, говорит, как вылезти из ямы. Из любой. А мудрый знает, как не попасть туда. Он заранее высчитывает. Как не увидеть эту яму. Как обойти ее. Но это образно. Так и здесь. И зная все это, вы в православии находитесь иконы. Целуют и вы там. Мне сегодня только три, кажется. Все признают, кроме того, икон. Нигде нету в Писании, чтобы иконам поклонялись. Я должен ответить, нету. А зачем заклоняетесь? Вот и весь ответ. Почему? Поклонюсь святому. Иконы могут быть. Иконы должны быть. Бахтисты тоже рисуют везде. Но поклоняться нигде нету. Выжигать отдельно свечи нету этого. Целовать нигде этого нету. Я теперь должен говорить только от того, что святые отцы сказали. Поклонюсь святому храму твоему. Поклонюсь святому храму твоему. А в храме были иконы? Ну он храму кланяется. Они иконам не целуют их и нет. В том числе иконам? Ну в том числе. Так нельзя. А храм из чего состоит? Они снизу до потолка были иконы. Ты за кого? За нас ими забежали. Храм, что живет там Бог и Бог. Сущий в храме. Какая это истина? Он храму-то кланяется не из-за иконы, а из-за Бога. Он их и не видит эти. Идет ночью. Не надо уж его натягивать. А иконы даже речи нету. Люди-то идут, когда кланяются, идут на храм, крестятся. Ты думаешь, храму крестятся? На самом деле это Богу и тем мощам, которые там находятся. Тому святому. Все. А батюшка идет, и нас с кадетами люди поворачиваются. Нет этого дьяхона, когда ходят по кадетам? Он иконы, я говорю, а стены-то зачем? Не стены, а иконы. Зачем? Иконы. А все, бес Ладана боится. Я говорю, ну только прошел опять, что пока рядом за тобой бесы идут, опять на икону заскочили. Опять идешь, ты вечером крутишься сколько раз? Не для этого. Для того, чтобы нас, сонных, отлепить от стены, чтобы стоять. Откурить нас, смотри, как общелы. Откуривают, когда идут. Это объяснение. Бабушке, допустим, это понятно. А икона, ой, кадила преобразует дым святых. Если возле икон... А зачем ходить? Иконы, именно иконы. А возле икон что место? Можно повернуться назад возле икон? Нет. А ты, ну, выскажаешь, что? Именно иконы. Ты уже тут не лука... Ну, возле, возле я тебя стою, повернулся здесь. Так что за счет возле? Тебе я руку подал, тебя поцеловал, а не возле. Иконы, каждый день икон так написано. Возле икон. Душ, куда ты завез? Уже начинаешь оправдывать любое беззаконие. Да я не о беззаконии говорю, я его тут не вижу. Вот приехал Акиль или там кто-то, ведро поставил батюшка. И они, два священника здесь, или три, они стоят. А батюшка один с кадилом. Это ведро так прошло, так. И каждый раз останавливается, кадет ведро посреди храма. И он три раза, посчитай, сколько он кружит вокруг этого ведра. Зачем? За это время можно пробовать сказать. Я говорю, что, если ты один раз опустил, этого недостаточно. Почему все-то на три? Один раз этот третий участок осветил, а потом увеличивается энергетика. Ну нет обещания никакого. Принято так, принято, но время-то уходит. Народ-то уйдет опять ненаученный. Если ты три раза туда не опускал, три раза не ходил, не ходил, сколько часов-то у тебя уже, минут-то набралось. И ты вышел бы народу, сказал. А его тут иеговистка какая-то встретила, и все. Ну это я рассказываю, как из баловости мне писала, иеговистка-то. Она к нему, отец, говорит, я хочу знать, зачем тебе, Агафья, это? Ну ты ходишь, ты молишься все время, причащаешься. Ну батюшка, вот и Евангелие знать. Да не надо вам знать это. А вот они стучатся в дверь, две девушки прилично одетые, иеговистки. А не хотите Евангелие? Заходите, дорогие мои, все. Месяц прошел, ни одной иконы уже нет. И она уже узнала за это время, все еще ее не надо знать. А виноват этот, отец Андрей, к примеру. К примеру. Игнатин Иванович, можно спросить, Николай Лесков, какой веры был? Лесков. Лесков? Православный. Он писал о старообрядцах, вот мы сейчас с полей читаем, запечатленный ангел рассказ. Вот вся вера, вот я так понимаю, они очень верующие, да, они настолько прям, они иконы на себе носили, на груди, из места в место переходили, строили сразу, приходят, не себе дом строили, строили комнату, расставляли иконы. И только чтобы никто снаружи, посторонний, не зашел, не увидел, если кто уж сильно напросился, они прячут чуланы, выставляют другие. И вот там о Христе, нет, вроде как они понимают, что они в Бога верят, в Богородицу признают, но почитание именно икон, такое страшное почитание, что забрал архиерей, ну, нового вот от Никоновского-то веры. Николай Семенович, это единственный писатель, когда Ленину представили список памятников, одного его только вычеркнул, и Чернышевскому, и, может, и Достоевскому, и Пушкину, которых представили ему, Ленину, и он только одного Николая Семеновича вычеркнул. Да, его вообще неизвестно. А на него священники сильно недовольны, он там, он не высмеивает, он говорит, как есть. Как было. Он говорит, Евангелие в России никогда не было проповедано, как должно, одну эту праздну простить ему не могут. Возьми, не смертельный голова, ты считаешь, это гора, это вообще. Он насмеялся, потому он умирал, трудно, вы знали, как умирал, трудно, хотя не написано, ну, злорадствует попы над ним. И я слышал даже, будто бы он из священнической среды. Ну, то есть священники родные там были где-то. Вот, которые самым против Бога воюют, как не Зоров сегодня, это все там ездят, баранов Михаил, а там бывшие монахи-священники, Сталин. Семинаристы. Это самое отъявленное. Вот Гитлер он в церковном хоре пел, которые близко были, самые страшные гонители. У Ленина, он не учился нигде в этом, но у него пятерка была, закон Божий пять. Бога не знали. Макс Хорачево учился. Не знали совершенно, не проповедовали. Их особенно хорошо об этом написал Николай Касаткин, просветитель Японии. Епископ Николай. Когда пленных там понавезли, и он с ними беседует, на тысячу человек буквально ни одного верующего не может найти. Вообще Бога не знают. И что, я ему и верить не должен, или что? Он прямо идиот среди них спрашивает, говорит. Вообще никакого понятия нет. Совершенно мирские люди. В конце концов взяли за оружие царям, в отвал спустили, и княжон всех туда. Все. Русский мужик взялся за молотилку. Еще это нельзя было видеть, что без Бога нет. Никто не проповедовал. Колокол клепает, стоит часами. Так это проповедь? Ну да. Интересно, католики, католики, говорю, мусульмане, где Турция, все запретили звонить колокол. А у них это не разрешают они православным. Ну это и сравнись с ними-то. У них-то как? Он на минорете стоит, он не звонит, а он кричит, ну, своя информация. Возвещает. Да. Он кричит, правомоверные, Бога, Аллаху молиться лучше, чем лежать на одном боку. Там огонь загорится, приходите, молитесь. Это проповедь. Он растягивает ее, а тут колотит. И Мухаммед пророк его. Да. Православным разрешили только доску Билла вешать и бить в нее глухо. Сознавать монах. Вот и зовите себе. Понятно, что людям-то это со стороны-то видно, что ничего колокол не дает. А кто это сказал? Патриарх Кирилл. Раньше было в колокол ударили, все потянулись. А сейчас, кто-то говорит, из пушки бей, никто не идет. Никого нет. Патриарх Кирилл вот только сказал месяц назад, когда призывал на благовестие. Поэтому, священники, выходите. Он раньше еще говорил, на перекресте. Меняйте тактику. 2003 год. Газета Труд. Не пойдут никогда. А если бы было, что кормились от благовестия, от Евангелия, тут написано, говорит. И не давать им ни копейки. Кто не проповедует, тогда бы заблаговестили, наверное. А раньше, как было, они всех снабдили тем, что, ну, известием таким, ну, кто ходил к ним. Как только построим новый храм, а строить-то его, ого-го, сколько денег надо, так люди начнут собираться. Колокола, белые стены, там, иконы, там, крестные ходы. И понастроили уже, сколько этих храмов, везде. Ну, тысячи храмов, это точно. А никто не идет. В Догуле сделали вот этот храм еще. Говорили, ну, начнется, сейчас начнется. Бабушки поумирали только вот в праздничные дни. Все, никого нет. Вот мама говорит у них, Бугачева. Храм отгрохали, все, все, недавно отгрохал. Там предприниматели его, там, награды, все ему. Все, теперь священника нету, никто туда не хочет. Три километра от города Красноярска. Всего три. Огромная пятнадцатитысячная деревня. Какая там деревня, одни коттеджи стоят. Магазинов там, все, как в городе. Никто не идет из священников. Почему? Неудобно. Им там неудобно. Только в город все лезут. А храм стоит, там отопление, котельные, все есть. Ничего нету. И сколько? Три человека ходят. Мама моя уже вся больная, перебольная. Убирается там, прибирается. И он к тебе подходит, священник, и говорит. Ну, ты тут, я вижу, такая завсегда тайка. Все, все. Ты это, давай становись и на кассу тоже. И мама такая звонит радостная. Сынок, мне такое почтение исполонят батюшки. На кассу меня. Ну, я как ее вставил, хорошо она выслушала. Я говорю, ты что уже, все, совсем от белины, что ли, там, объелась. И эйфорию попала. Ты еще на кассе будешь. Ну, прибираешься, это понятно. А из того, у нас кто был, Аксенова, как звать? Татьяна Павловна. Ну и как она? Ну, она сейчас там что, главное, до клира добралась, все теперь поет, готово. Больше ничего. Я только слышала, книги брала, вопроса задавала. Столько вопросов, кошмар. Редко кто задаст, только тетрадками вот так возила, такими толстыми. А зачем ей петь с ее голосом? Ну, давай, Сережа, пошли. 1 Фитланькинса, 4 глава, 10 стих. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать толкованием. Не просто говорит, вы от Бога научены, но я знаю об этом из ваших дел. Упомянул Македонию, потому что в Фессалонике главный город Македонии. 1 Фессалоникинсам, 4 глава, 11 стих. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам толкование. Что вы братолюбивы, я знаю. И о том мы и молим, чтобы вам более преуспевать в братолюбии и быть более щедрыми. Здесь может быть остановка, пауза в чтении текста, а потом читай с нового начала. «Чтобы жить тихо» или «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело». Этими словами показывает, что они ленивы, занимаются тем, чем не следуют и беспокойны. Сказав же и работать своими собственными руками, апостол пристыжает тех, которые оставляют телесные подвиги и ищут духовных. Скажите, неразумные, совершает ли кто-нибудь руками пост или возлежание на голой земле? Нет. Между тем он говорит о труде телесном, который скорее есть духовный, о том, чтобы давать другим от своих трудов, именно бедным. А так как бедность произошла от разграбления имений, то он и учит их трудиться, чтобы можно было подавать милостыню. Если же он заповедует тем, у которых было разграблено имущество за Христа, то тем более другим. Я-то разже читаю, и по сей день не могу понять, о чем там мало мира. Ну, кто на ком стоит? Расскажи теперь свои слова. Расскажи. То есть их разграбили, их имущество христиан, за то, что они веровали в христиан, неверующие. И он их убеждает, теперь не ленитесь, а трудитесь своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Как соединить эти места между собой? То есть их ограбили, и теперь он говорит, а вы трудитесь, трудитесь, не отчаивайтесь, трудитесь. То есть никак это граб награбленное, не к этому. Революцию, бунт, все исключить. Тебя ограбили евреи, а ты еще на третью работу устроишься, только не ровщи. Там, фессалоника, это же не евреи. Ну, я переношу на сегодняшний день, то есть экстраполяция событий. То есть их тогда ограбили, нас сегодня-то грабят тоже. Цены-то растут, а зарплата-то еще не так сильно растет у людей. Ну, вообще, не все. Ну, вообще. Грабеж средь бела дня. Я, что нам, завилы браться? Да нет. Делать свое дело. Делать свое дело, это просто? Ты взрослый на работу тоже свое дело, да? Да нет, свое дело. Ну, как с ворами бороться? Мой отец рассказывал одну историю. Откуда знал, не знаю. Но говорил так, что вот так было бы. А что? Как-то который пас, коровы у него не уходили. А нам-то бегать надо. Он обойдет вокруг их и что-то просчитает, никто не знает. И корова пасутся, он передвигается, и они там передвигаются. Пасти-то легко было. И вот кто-то пришел, и что-то там напал, или что-то. А он ему говорит, ты подожди, малейка, сейчас костер развел, кашу сварим, поедим, потом подавим. Этот, который пришел, вор-то сидит. Видимо, известный в округе вор был. И когда сварили кашу, он говорит, ну, поближе к костру тот сел. И он черпает кашу прямо из котла, кипящую-то. Его берет, тот урод разъем, ничего не может. Отпрыгивал голову, на один глаз туда залил, а на второй. То есть выжег ему этой каши, этой глаза. А теперь говорит, иди и ворой. То есть он что-то какие-то щары напустил, или еще. Кто на посту? Посту, да? Посту гипнотизар был такой. Такое в житях святых неоднократно было. Он приходит, идти надо домой, а у него сад. И он сколько посмотрел в сад. Так, ой, у меня тут сколько работ это. И мотыги, мотыга, так как тяпка большая. Раз, два, три, четыре, шесть. А зачем? Так надо будет, так никого нету. Ну надо будет. И ночью пришли воры, взяли эти мотыги и молотят. Он если им не дает, они день молотят, не могут остановиться. Второй, третий, жития святых. Ну-ка, ну как хлопцы уставили? Да, ну садитесь, поешься, опять молотить. И когда все смолотили, тогда их отпустил. Один прибежал одного коня, и того украли. Он говорит, что ты плачешь? Ты плачешь о том, кто украл. А почему? Сейчас узнаешь. И вдруг взмыленный конь прибегает, которого украли. Он через реку его сбросил, утопил какой-то и прибежал. Ты плачешь о нем кто-то украл? Жития не раз отогрел. То не застыли, не двигались с места, то еще что-то. Но это жития святых, не колдовские материалы. Мы так сделать не можем. Наверное, приехали за вами, да? С Богом. Ушла 2 минуты. 2 минуты? Ну что, Сергей, там, наверное, уже... Так, 2 минуты, давайте помолимся, пока детишки. Идите сюда, помолимся, все вместе. Это правильный совет, дамы. Да. Вот, давайте, а то как-то неудобнее. Вот она, моя гвардия. Достойная всякого истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренеборочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувинь, и славнейшую без сравнения с Серафим. Без остения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Да, тихо, смолитесь. Отец наш Небесный, любящий Создатель, мы предстали перед Твоим грозным величием. Ты даровал нам познать Тебя через откровение Духа Святого, что Ты истинный Сын Божий, Единый во Святой Троице, и Ты принял плоть от преблагословенной Девы Марии. Слава Тебе, что Ты коснулся нас Духом Святым, дал нам великий дар веру, этот дар неба, ожидания суда Божия Твоего Второго Пришествия. Слава Тебе, Ты облагодетельствовал нас и в этот день, позволил открыть Святую Библию, чудное Евангелие, научающее нас, как угодить Богу, как исполнить повеления Твои. Слава Тебе! Помоги нам сохранить это все в нашем сердце. Сохрани нас в Святой Православной Вере. И прошу Тебя особенно об этих детях. Сохрани их, защити и благослови. Укрепи, дабы они не сделались добычей лютого зверя, падшего с неба. Тебе, Боже, хвала за все, слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву в одеянии рук, как жертву вечернее благоухание, приятное, перед престолом благодати Твоей. Дивный Создатель, мы просим Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящих о Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, кто молится о нас, во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. И упокой новопредставленных рабов Твоих, Олимпиаду Агапию и Анна. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, владыка, слушай и да слышит раб Твой. Аминь. Во славу Божию. Спасибо. Да сохранит вас Господь. Спасибо.